В течение трех дней в полюбившемся трудовым коллективом Слонимщины, уютном месте на берегу Щары, в лесном массиве в районе деревни Низ, состоялся очередной туристический слет, входящий в программу круглогодичной спартакиады трудовых коллективов. В нынешнем спортивно-туристическом мероприятии приняли участие 13 команд коллективов города и 4 сельскохозяйственные дружины. В этом году несколько изменилась программа туристического слета. Вместо шуточного меню была проведена конкурсная программа в виде представления команд. Правда, в общий зачет она не входила и были выделены только призеры. Первое место заняли заводчане Альбертино, вторая команда комвольно-предельной фабрики, третья ГУБ ЖКХ. Также был опробован новый вид спорта – фризби. Кроме того, в эстафету пешеходного туризма были добавлены два вида – ходьба на лыжах и на ходулях. Левый, правый, левый. Стойте, подождите. Вам надо сейчас. Перекиньтесь на левый бок и Вадим подтягивает. Еще раз перекинем. Все равно встал уже. Нет, давай. Подтягивай. Олежа, подтяни, подтяни. Вот так, так, так. Давай, правый вперед. Левый. Левый, левый, левый. Давай правый вперед. Правый. Волейбол команды сыграли по олимпийской системе. Проигравшие из соревнований выбывали. В итоге первое место досталось коммунальщикам ГУБ ЖКХ, второе – газовикам УМГ, третье – сельчанам СПК имени Суворова. Дуэт ЖКХ оказался первым и в дарте. Юрий Король и Елена Лукашевич набрали 79 очков и стали недосягаемыми. На четыре пункта от них отстали Николай Шадько и Наталья Савкова из команды ЖРЭУ. На пять – представители райисполкома Вадим Цвикевич и Лилия Жилинская. В гиревом спорте вновь первым стал Александр Пигульский из команды ЖРЭУ, толкнувший 24-килограммовую гирю 125 раз. По 114 поднятий у Мирослава Колтуна Мясокомбинат и Ивана Григорчика УМГ, занявших, соответственно, второе и третье места. Больше всех подтянулся Сергей Балбутин из команды КПФ 27 раз. Вадим Татарин из УМГ совершил 25 подтягиваний, Илья Ефимов водоканал – 22 раза. После пересмотра положения о проведении соревнований были уточнены результаты этапа велосипедного туризма. Первым стал Вадим Татарин, вторым – Иван Добрьян СПК Мнедержинского, третьим – Андрей Лойко КПФ. Пешеходный этап выиграла команда управления образования. Второе место досталось коллективу КубЖРЭУ, третье – КПФ. Лучшую технику водного туризма продемонстрировали представители Жировичского аграрно-технического колледжа Михаил Вожейко и Николай Рачко. Вторыми стали фабриканты КПФ Михаил Швабович и Виктор Вагайцев, третьими – Олег Тяпкин и Николай Ягодинский из Мясокомбината. По итогам всех видов были распределены места туристического слета. Среди городских предприятий первое место досталось коллективу КубЖРЭУ, второе – УМГ Белтрансгаз, третье – Комболь на предельной фабрике. Среди сельских предприятий на первое место взошли работники РУСП Новодевяткович, на второе – СПК имени Держинского, на третье – СПК имени Суворова. Мы в такие шага летали, что не очень-то и дойдет. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем и в огне почти не горим. Мы – охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы – охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы синей птице пропал и след, Что в аналах родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда. Да только я заявляю прямо – это полная ерунда. Только мы заявляем прямо – это полная ерунда. Синей птицы не стало меньше просто в свете последних дней. Слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. Стала пуганой птица удача и не верит людским рукам. Да и как же ей быть иначе, браконьеры и тут и там. Вот крадешься, она обманет, и вот уже навсегда ушла. И только небо тебя поманет синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманет синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманет синим взмахом ее крыла. Все, не спеши, сейчас мы в этом. Подожди, подожди, подожди. Не надо. Наша команда Слоневского водоканала уже в который год приезжает сюда занимать первые места. Не всегда получается так, как желаем. Но мы стремимся, как говорится, спорт против спида и все остальное, что к нему прилагается. Ну, к спорту, конечно. Я думаю, что вы, все люди, которые здесь на тур сидете, разделят наше мнение, что здоровье здесь только улучшается, а здоровье нации – это самое главное в нашей стране. Как говорит наш Андрей Иванович Дегтяренко. Команды нашей организации «Слоневский водоканал» постоянно участвуют в турслете, постоянно стараются улучшить свои результаты. Мы тоже, как можем, помогаем им, поддерживаем, кормим, чтобы они себя чувствовали отлично, бодро, чтобы занимали места. Ну и все. Я маленькая кала, я напился, но мне все мало. Может, на дереве растет что-нибудь, за лесу я найду. Только по сарапу, Андрей. Мы в такие шага летали, что не очень-то и дойдешь. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы синей птице пропал и след, что в аналах родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда. Да только я заявляю прямо, это полная ерунда. Только мы заявляем прямо, это полная ерунда. Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней. Слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. Стала пуганой птица удача и не верит людским рукам. Да и как же ей быть иначе, браконьеры и тут и там. Подкрадешься, она обманет. И вот уже навсегда ушла, и только небо тебя поманит. Синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит. Синим взмахом ее крыла. Ведь это только небо тебя поманит, Синим взмахом её крыла. Оле-оле-оле-оле, Кавланик-чемпион!